Всем привет, друзья! Меня зовут Ярослав. Сегодня говорим о Mortal Kombat 11, который совсем скоро появится на полках магазинов, а если быть точным, 24 апреля. Игра, которая для меня очень важна, и я думаю, что для многих из вас тоже, поскольку, давайте будем честными, Mortal Kombat это все-таки какое-никакое всегда событие. Во-первых, потому что игра явно не конвейерного типа, она не выходит каждый год, и каждая ее номерная часть, это, ну, по большому счету, событие в кругу геймеров, поскольку, ну, Mortal Kombat это must-have в принципе. Если вы покупили себе недавно консоль, либо играете, возможно, в Mortal Kombat на ПК, почти у каждого сегодняшнего, прям, более-менее хардкорного геймера Mortal Kombat есть в личной коллекции. Просто потому, что эта игра очень многогранна, в нее можно очень долго играть, это лучшая игра, наверное, для вечеринок, и со мной очень сложно, наверное, будет вам спорить, поскольку бить лица в Mortal Kombat под шофе, это вообще лучшее, что может с вами произойти, если мы говорим про файтинге. Но самый главный вопрос, как сильно изменится Mortal Kombat 24 апреля, изменений достаточно много. Начнем с того, что переработана система брейкеров и переработаны системы энергии. Если раньше шкала энергии тратилась и на брейкер, и на суперудар, усиленный удар, так называемый, теперь NetherRealm решила поступить иначе, у нас есть отдельные шкалы для блока и отдельные шкалы для атаки. Это тоже очень сильно повлияет на геймплей и на скорость самого геймплея. Второй аспект, который тоже бросился в глаза во время всех геймплей ревилов и того, что есть в открытом доступе, то, что так называемый X-Ray заменился на, по сути, то же самое, но с слегка другой механикой под названием Fatal Blow. Он активируется у персонажа только в том случае, если его количество ХП приближается практически к нулю, то есть это как последний шанс вырваться из обильных атак противника и дать ему отпор. В общем, камбэки красивые будет проще чуть-чуть делать, потому что игра прям будет настаивать на том, чтобы вы в последний момент использовали эту возможность и, так сказать, наказали своего противника. Самый главный вопрос по персонажам. Сейчас заявлено из известных персонажей в ростере более 29 штук, один из которых точно будет доступен только в DLC. Это Shao Kahn, его можно будет получить за предзаказ, либо купив DLC в будущем отдельно. И известных персонажей в ростере сейчас только 16 штук, из которых уже есть парочку новых и возвращение легендарных. Например, я очень рад тому, что в 11-й Mortal Kombat вернулся Кабал, потому что я очень скучал по нему в десятке. Но этот ролик не просто так был выпущен и записан. Все очень просто. Совсем скоро Незерлинг открывает так называемое закрытое бета-тестирование онлайн-режима Mortal Kombat, которым нам дадут поиграть за того же самого Скорпиона, Кабала и нескольких новых персонажей. Будет доступна онлайн-игра, кастомизация персонажей в онлайне, а также одна башня на прохождение в соло. И мы в этом ролике прямо сейчас, время от времени, появлялись ключи на так называемый закрытый бета-тест. Поэтому, если вы смотрели его супер внимательно, вы могли обратить внимание, что где-то здесь вы можете увидеть какие-нибудь ключики. Поэтому, друзья, если вы не нашли ничего, отматывайте ролик обратно и смотрите внимательно. Какой-нибудь-то ключик, возможно, успеете отхватить. Ключей в этом видео спрятано 9 штук. Соответственно, бета-тест начинается 28 числа и заканчивается 31 числа марта 2019 года. Так что будьте внимательными, пересматривайте ролики и будьте максимально быстрыми, потому что только самые юркие и внимательные успеют упасть на закрытый бета-тест на PlayStation 4. Вот такие вот дела. Ждем релиз. Как только у нас появится возможность поиграть в игру, обязательно выйдет полноценный видеообзор. Ссылку на саму игру в описании вы тоже можете найти, оставить там предзаказ. Потому что что-то мне подсказывает, что Mortal Kombat 11 получится реально классной игрой. Потому что, ну, Mortal Kombat последних 3 года не подводят. Что десятка, что девятка были отличными решениями. И я, например, очень дико рад тому факту, что Mortal Kombat 11 в этом году появится еще и на Nintendo Switch. В свое время в девятом Mortal Kombat на PS Vita я залипал очень много. На этом все. Хорошего у меня, яркого настроения. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, блин, наконец. И не забывайте оставить комментарии к этому ролику, какие части Mortal Kombat у вас любимые. Когда вы впервые поиграли в Mortal Kombat. И какой у вас любимый персонаж. Я, например, обожаю Кабала и Сектор. Вот. Все. Пока.